Если бы не Господь был с нами, Прошли бы над душою наши воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Сеть расторгнулась, и мы избавлены. Если бы не Господь, я тебе хочу пророчествовать, мы избавлены. Если бы не Господь, они бы поглотили нас. Люди бы сожрали нас и не подавились, если бы не Господь. Поэтому Бог с тобой, Бог твоя защита, Бог контролирует ситуацию. Поэтому тебе не будет никакого вреда во имя Иисуса Христа. Скажи «Амэн». Твоя душа избавлена. Сегодня молился. Вообще, слава Богу за тех, кто молится. Молится за служение, молится за пасторов, молится за... Вообще, за служение. Это так важно. Это так важно промаливать каждое служение. Так важно молиться за левитов, за музыкантов, потому что они являются носителями Божьего присутствия. Вообще, каждый из нас носитель Божьего присутствия. И атмосфера в этом месте зависит от того, насколько мы молимся вообще. Вот кто-то пришел, проснулся и пришел, и вот еле притащил свою плоть. А кто-то же молится за служение. Кто-то молится за служение. Кто-то готовится. Левиты, они приходят раньше, они трудятся здесь. Они забывают про своих детей. Они забывают про мужей своих. Вообще, когда служителю нужно подготовиться, он про все забывает. Потому что это ответственность. И знаете, я сегодня по обыкновению своему в 6 утра проснулся и поехал в офис готовиться. Потому что я вчера молился, а я чувствовал присутствие Божье, любовь к Божью, но я не слышал слова от Бога. Говорю, ну и что я приду и помолю? Ну, может, просто помолиться за больных, да и все, и свалить. И вчера Бог мне не дал слова. Не дал. А сегодня утром я пришел, и Бог со мной начал говорить. Он мне сказал то, что я должен передать Церкви Божьей. Потому что это очень важно. Это очень важно. 2 Тимофею, 3 глава, 15 стиха. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. И дальше. Все писание Бога духовновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И дальше. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть, для чего мы ходим в Церковь? Для чего мы сюда приходим? Для того, чтобы Божий человек был совершенным. Когда ты приходишь в Церковь, ты слушаешь проповеди, ты слушаешь наставления, ты слушаешь обличения, ты слушаешь вдохновения. Библия говорит, что все писание, оно Богодухновенно. Это не просто кто-то выдумал. Это Бог своим духом написал эту книгу. И когда ты приходишь в Церковь, здесь идет и обличение, и похвала, и корректировка для кого-то. Понимаешь, очень много. Ты можешь сидеть, и кто-то чувствует, например, награду, кто поступает по слову, да? Он чувствует награду. Когда пастор выходит, говорит, кто десятину не платит, это плохо. И ты говоришь, я плачу, значит, это хорошо. Кто не евангелизирует, слава говорит, это плохо. Вячеслав. И ты говоришь, слава Богу, я евангелизирую, все в порядке у меня. Кто не жертвует, это плохо. И понимаешь, кто-то сидит для кого-то хорошо, потому что он это исполняет. А кто-то сидит и говорит, блин, это я не делаю, это не делаю, это не делаю. Это не очень хорошо. И вот все Писание, оно богодухновенно для исправления. Для исправления. Мы приходим сюда, чтобы Бог исправлял нас. Понимаешь? Исправлял. И вопрос, будешь ли ты поддаваться этой корректировке исправления. Если ты будешь поддаваться этой корректировке, то твоя жизнь изменится. Твоя жизнь будет автоматически меняться. Если ты будешь пересматривать какие-то моменты своей жизни, то твоя жизнь автоматически будет меняться. Потому что есть законы. Есть законы, по которым приходят проклятия в нашу жизнь. И есть законы, по которым приходят благословения в нашу жизнь. И Бог мне сегодня сказал, чтобы я проповедовал на тему грех непочтения. Грех непочтения. Нас вообще никогда... Вот, знаете, смотришь на какие-то народы, у них есть, да, у них заложено изначально, заложено почитание. Есть старшие, есть младшие, есть почитание. Есть почитание, есть уважение. В этом есть благословение. В этом есть сила, согласись. В этом есть сила этого народа. Возьми чеченцев, возьми там, я не знаю, кто там еще у нас. То есть у них есть четкий порядок, у них есть четкое понимание. У них есть родители, которых уважают и почитают. Поэтому они сегодня... Поэтому их не так мало, но с ними считаются. Если в церковь не перейдет почитание и уважение, то с нами считаться не будут. Почему? Потому что это божественный порядок. Это Бог установил и определил этот порядок. Амин. 1 Тимофею 5.17 1 Тимофею 5.17 Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего и трудящийся достоин награды своей. Мы должны понимать, что есть разный труд. И Библия учит нас, чтобы мы почитали пресвятеров и тех, кто трудится. Трудится в слове и в учении. Трудится. То есть, понимаешь, выйти на эту сцену, любой, кто бы сюда не выходил, кто бы здесь не стоял, это люди, которые трудятся. Это люди, которые выполняют духовную работу. Есть физическая работа, а есть духовная работа. И если эта духовная работа не будет выполняться, то проблемы будут у всех. Потому что апостол Павел говорит, смерть действует в нас, а жизнь в вас. Если кто-то не будет умирать для себя, то кто-то будет умирать для всех. Если левиты не будут умирать для себя, то они не будут приносить такого присутствия Божьего. Если пастыры, священники, служители не будут умирать для себя, то в ком-то жизнь закончится. Аминь. Просто так, если сейчас уйти, здесь не будет Бога. Бог приходит ради нас и вообще по чьим-то молитвам что-то Бог совершает в наших жизнях. Поэтому Библия говорит, что нужно почитать, нужно понимать, что они трудятся. Знаете, я никогда бы эту проповедь самостоятельно не стал проповедовать. Но Бог мне сказал об этом говорить, потому что Он сказал, многие люди, которые сегодня ходят в церковь, их бы проблемы давно были решены. Но из-за непочтения, из-за непочтения помазанников Божьих, они остаются в стопоре, они остаются на месте, их жизнь никогда не изменится. Ты говоришь, я прихожу в церковь, к Богу. Как ты можешь приходить к Богу, если ты не почитаешь тех, кого Бог поставил в этой церкви, в этом народе вообще? Как? Проще, да, любить Бога, которого ты не видишь. И тяжелее любить людей, которых ты видишь. Бог поставил апостолов, пророков, евангелистов для созидания тела Христова. То есть Бог поставил и установил людей, чтобы они созидали тело, они созидают церковь. Не Бог созидает, а Бог поставил, назначил и помазал Духом Божьим, чтобы они трудились в слове, чтобы они трудились в молитве, и чтобы они решали твои духовные проблемы. Потому что самостоятельно ты бы никогда не смог выбраться из духовных проблем, из которых ты выбрался. Я бы самостоятельно никогда бы не вырвался из проблем, которые у меня были, если бы не люди. Если бы не люди за меня молились, если бы люди бы не проповедовали, если бы люди мне не служили, если бы люди не возлагали руки на меня, я бы никогда не выбрался. Я бы уже умер, меня бы не было, это 100%. И более хочу сказать, каждый из вас, ну 70% тех людей, которые здесь, могут это подтвердить и в своей жизни, что благодаря людям ты сегодня здесь, ты сегодня преуспевающий, ты сегодня благословенный, ты сегодня исцеленный, ты сегодня имеешь семью, ты имеешь детей, ты имеешь, 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 имеешь многие вещи, из-за почитания каких-то людей. А чего ты не имеешь? По одной простой причине, из-за непочитания каких-то людей. Первая Коринфянам, девятая глава. Почитание нужно-то тебе, не тому, кого Бог почитает, и так, а тебе. Тебе нужно почитать. Смотри, Первая Коринфянам, девятая глава. Апостол Павел говорит, «Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и кифы. Или один я, варнава, не имеет власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли рассуждению я говорю это? Не тоже ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего, а в Аллахле печется Бог. Ибо в Моисеевом законе говорится, не заграждай рта у вола молотящего. Проповедь моя называется «Грех непочтения». Что такое закон? Когда ты нарушаешь закон, ты грешишь. Когда ты нарушаешь закон, ты грешишь. И апостол Павел, он говорит, для кого-то, он говорит, для кого-то я являюсь служителем. Да, для кого-то я не являюсь никем, но для кого-то, говорит, я являюсь служителем. Он говорит, не мое ли дело вы в Господе? Вот знаешь, я тебе хочу сказать, ты, ты в Господе сегодня. Вот кто в Господе? Все в Господе? Вот ты чье-то дело. Кто-то повлиял на твою жизнь делом. Не просто словами, а делом повлиял. Вот что ты из себя представляешь сегодня? Кто-то повлиял на твою жизнь делом. Кто-то тебя привез, откуда-то там вытащил. Кто-то заботился, кто-то молился. Кто-то проповедовал тебя. И сегодня ты в Господе. Сегодня ты в Господе. Сегодня ты благословен. Потому что быть в Господе, это быть благословенным человеком. Аминь? Кто-то потрудился. Кто-то повлиял. Кто-то прикоснулся. Помазанием кто-то прикоснулся. Я не знаю. Кто-то что-то сделал. Я помню, я был на конференции в одной церкви, в филиале в нашем. И Алексей, по-моему, проповедовал. И такое присутствие Божие. Я стою на коленях, и Дух Святой со мной заговорил. Он говорит, слушай, тебе надо поблагодарить одного человека. Этот человек вообще не в нашей церкви, не с нашего объединения. Он вообще ушел не очень красиво с нашей церкви. Тебе нужно поблагодарить его. Я говорю, за что мне его вообще благодарить? За то, что он там то-то-то-то-то. У меня там куча всяких вещей сразу. Он говорит, тебе надо поблагодарить за его служение тебе. Я говорю, да какое его служение? Как он повлиял на мою жизнь? Он еще никак не повлиял на мою жизнь. И Дух Святой начал мне показывать. Начал мне показывать. Когда я пришел в репцентр, он просто 10 минут взял, встретил меня, пожал мне руку, обнял меня по-братски, налил мне в ванну горячей воды, взял свою шампунь, наверное, она единственная была у всех, налил туда пены и говорит, брат, вот здесь купайся, потом вот здесь ложись на диван и вот спи. Вот тебе телевизор, смотри проповеди, все спят, я покупался, лег. Понимаешь, Дух Святой мне напомнил. И он мне сказал, это на тот момент было самое нужное и самое правильное служение для тебя, которое повлияло на твою жизнь и повлияло на твое решение остаться с Господом. Я говорю, ладно, хорошо, Господь. Я пошел, как бы мне тяжело не было, какие бы минусы я не видел, да, там, какие бы потом проблемы не возникали, но я был послушен Богу, и я пошел и поблагодарил этого человека. Сказал, спасибо тебе. Он говорит, за что? Спасибо тебе за то, что ты послужил мне когда-то. Знаешь, он меня обнял, и я почувствовал, как будто что-то сломалось в духовном мире. Что-то сломалось в духовном мире. И знаешь, когда ты не уважаешь, когда ты не почитаешь тех людей, которые послужили тебе как-то, когда ты хулишь, когда ты как-то говоришь про них плохо, знаешь, проблемы-то будут у тебя. Потому что есть Божьи законы, Божьи законы, которые не меняются. И они либо работают за тебя, либо они работают против тебя. И если у тебя какой-то стопор в твоем служении, в твоей жизни, ты должен проанализировать вообще, все ли я делаю правильно. Все ли я правильно по отношению Бога делаю. Все ли я правильно по отношению людей, которые служат Богу, делаю. Аминь. Третье местописание. И помните, Евреям 13 глава. Вообще, Евреям 13 глава, здесь полностью, она описана про почитание. Здесь очень много говорится про почитание апостола Павла. Может быть, евреи, они не такие, они, может быть, не просто так он их наставлял. Знаете, когда есть почитание, тогда не надо наставлять, да? Ну так-то, да? Ну если нет, если почитание есть, ты говоришь, ну классно, здорово, все, ты как бы даже об этом и не думаешь. Ну честно, я не знаю вообще, вот не знаю, вот кто почитает, кто не почитает. Ну есть отдельные фрагменты, конечно. Но я об этом особо не задумываюсь, потому что я понимаю, я знаю, кто я, я знаю, для чего, и как, и откуда, и вообще, и куда. Я все это понимаю. Но если Бог говорит это слово сегодня, значит, тебе надо задуматься. Потому что если ты не задумаешься, то, если ты, если ты задумаешься, то твоя жизнь определенно изменится в лучшую сторону. Аминь. И вот смотрите, 13 глава на все про почитание. Евреям, 13 глава. Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Поминайте наставников ваших и подражайте им». Подражайте им. Что такое уважение? Уважение – это подражайте вере их. Что такое уважение? Когда ты, ну, почитаешь наставника. Когда ты почитаешь наставника, ты делаешь то, что наставник твой делает. Если твой наставник жертвует, значит, ты тоже будешь жертвовать. Если твой наставник молится, значит, ты тоже будешь это делать. Если твой наставник что-то делает хорошее, значит, ты тоже это будешь делать. Амин. Первое, да, что такое почитание? Это ты делаешь то, что видишь хорош, а я еще раз повторю, что делает твой наставник. Амин. Второе, да, Евреям 13, 24. Первое, да, Евреям 13, 24. Мимо пастора, мимо служителя, все, типа по барабану, ты к Богу пришел, сел. Забыл поздороваться, забыл поприветствовать. Вот Библия учит нас приветствовать тех людей, которые служат. Потому что есть столпы, понимаешь, есть столпы, на которых строится церковь, есть столб в прославлении. Столб. Столб это тот, который вот сейчас Вадима подапывал спросил, ну расскажи, что такое столб в доме, на чем все держится. Он тебе скажет, вот здесь столб, вот здесь столб, вот здесь столб. Если вот эти столбы убрать, то это здание завалится. Так вот есть в церкви столпы, понимаешь, столпы, которые давно-давно стоят. И еще тебя не было, они стояли здесь. Понимаешь? Их если не будет, то тебе будет хуже намного. Поэтому ты должен позаботиться, чтобы они были. Были всегда. Амэн? Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это не полезно для вас. Вот знаешь, когда твой наставник делает с радостью, служит тебе, это полезно для тебя будет. Наставник, он будет по-любому служить тебе. Ну потому что ему надо дать отчет будет. Отчет. Каждому из нас нужно будет дать отчет. И вот кому много дано, тот больше отчета будет давать пред Богом. Но только вопрос в том, с радостью ли он будет тебя наставлять или не с радостью. Понимаешь, если ты почитаешь его, если ты уважаешь его, если ты ценишь человека, то он с радостью будет служить тебе. Если ты не уважаешь, не почитаешь, да какая там радость? Ты думаешь, блин, ё-моё. Я почему имею власть об этом говорить? Потому что я никогда так не делаю, никогда не поступаю. Если я даю, то я даю. И слава Богу за тех людей, которые если дают, то реально дают. И поэтому Бог их реально благословляет. Если мы этому не научимся, то мы так и будем жить непонятно как и непонятно в чем. Сегодня удивляются, а почему так классно у вас в церкви? А потому что кто-то закладывал основания этому. Кто-то учил нас жертвы, когда приезжали помазанники. Кто-то учил, как учил, показывая примером своим. Примером своим. И кто-то говорит, я хочу быть похожим. Кто-то пошел, говорит, я тоже буду это делать. И делал это, и сегодня смотришь, жизнь изменилась. А кто-то сидит, смотря погоду, ждет. Так ты так всю жизнь просидись. Так всю жизнь можно просидеть. Если мы не начнем делать правильные вещи, то мы... Твой троллейбус уйдет, а ты останешься на остановке. Филиппийцам. Понимаете, проблема в том, что Иисус пришел в свое Отечество. Он, говорит, пришел к своим, а свои-то не приняли его. Пришел, говорит, в свое Отечество, наполненный Богом, наполненный Духом Святым. Вообще проблема-то в Отечестве. В своем Отечестве-то проблема проповедовала. Потому что Иисуса не приняли в своем именно Отечестве. Он, говорит, там несколько чудес всего совершил. И все. Остальные начали в носу говорить. Подожди, он же среди нас, он же с нами рос. Это же Мариин, сын. Да точно, точно. Какой он помазанник вообще? Что это такое вообще? Какой помазанник? Помните эту историю про 10 прокаженных? Интересная история вообще. И на племенник пришел и поблагодарил Господа. И смотрите, как Иисус. Иисус, понимаешь, Иисус, он очень ревностно отнесся к этому. Там не просто был рассказ, там проявляется ревность Иисуса Христа. Это Евангелие от Луки, 17 глава. Сейчас скоро закончу уже. Потому что я вижу ваши лица, они все понимают. Уже смысла нечего. Нету говорить, уже все поняли все. Просто не так много осталось времени до Нового года, знаешь. Вот эти энкаутеры проходят, знаешь. Школы всякие, вот эти духовные вещи. Это люди, они пахари. Не просто, о, давай вот сейчас, мы сейчас возьмем, сейчас энкаутер проведем. Попробуй проведи энкаутер. Вот эта трансформация личности. Это духовный труд сумасшедший. Вот эта молитвенная школа, вот там классно, классно, классно. А мало кто знает, что сейчас вот репцентр, который есть, да, ребята, они уже 40 дней постятся и молятся. Непрерывный пост у них за эту школу. И каждая школа, она промаливается за месяц. А потом люди приезжают такие, знаешь, с постели встали, пришли, такие, хо, классно здесь у вас так, Господа много так. Да, а за это кто-то платит, понимаешь? По-серьезному платит. Кто-то не ест, кто-то не спит, кто-то ночью молится. А давайте записки дадим, а давай записки дадим. Да я сто процентов уверен, и там кто-то молится за эти записки. Я сто процентов уверен, многие люди, которые ложили записки, и они благословлены в столько раз, просто они забыли прийти и поблагодарить. Они забыли. Четыре школы, пять школ проходят. И там многие проблемы решаются там, именно там. И ты, о, была проблема, нету, слава Господу. А чего ж ты Господу и свою записку-то не принес? Луки, Евангелие от Луки. Семнадцатая глава. С двенадцатого... С двенадцатого стиха. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, смотрите, Иисус, наставник, помилуй нас. Наставник Иисус. Издалека увидели, помилуй, помоги, у нас проблемы, мы прокаженные, помоги. Иисус такое увидел, как не помочь? Ну, просят люди, просят, надо помочь. Несмотря дальше. Умоляет его. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Где эти девять-то, которые тоже очистились? Очистились-то десять. Десять умоляли, десять просили, десять пришли в проблеме. Почему ты один? И той иноплеменник, самарянин. Почему ты один-то пришел поблагодарить? Он в шоке. Он говорит, где девять? Где девять, чьи проблемы решились? Нету девять. Нету девять. И дальше он говорит, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. Как они не возвратились? Иисус не понимает, почему файлы не... Как они не возвратились-то, эти девять? Почему один-то только возвратился, а девять не возвратились? Потому что сам Иисус удивляется. Сам Иисус удивляется этому, когда мы неблагодарны. Когда Бог что-то решает в церкви, через каких-то людей, какие-то служители тебе служат, помогают, заботятся о тебе, трансформируют твою личность. А знаешь, почему ты уже пятый раз ходишь на трансформацию личности? Потому что ты неправильно отнесся к этим людям, которые уже тебя трансформировали давно. Поэтому смотришь одни и те же, одни и те же, одни и те же. А есть грех непочитания. Если бы ты хоть раз один раз почтил бы нормально, тебе бы перетрансформироваться уже бы не пришлось, послушай. Тебе не надо было по пять раз трансформировать, ты бы уже перетрансформировался давно. Апостол Павел, служитель Божий, пишет, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства, и вы перестали заботиться поэтому. Потому что у вас плохо у самих было, поэтому вы и перестали заботиться». Он так пишет. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. Он говорит, я всему научился, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. «Впрочем, вы хорошо поступали, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних. Вы фессалоннику через фессалонника передавали, присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода умножающего в пользу вашу». И дальше смотри. «Я получил все избыточествую. Я доволен, получив от Ипофрадита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Он говорит, я получил все, апостол Павел говорит, я все получил, это благоприятная жертва Богу. Не мне благоприятная, а Богу. То есть, когда ты даешь, когда ты сеешь в помазанников, в наставников, это жертва Богу. И поэтому Он говорит, да восполнит всякую нужду, Бог мой, вашу. То есть, понимаешь, что происходит? Он не говорит, он говорит, мой Бог. Прикол в том, что у каждого немножко Бог по-разному действует. Чьи-то молитвы действуют, а чьи-то молитвы не действуют. Чье-то служение действует, чье-то служение не действует. И вот смотри, Он тут говорит. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Христом Иисусом восполнит. Помните, когда апостолы шли, они пришли к храму. И там сидел этот человек слепой, от чьего матери. Слепой какой он там, хромой, хромой. И он смотрел на них и просил, говорит, дайте денег, дайте денег, дайте денег. Они сказали, денег у нас нет. Денег нет у нас. Но у нас есть что-то другое. У нас есть наш Бог, который восполнит твою нужду Христом Иисусом. У нас есть Христос. У нас есть сила Иисуса Христа, который способен больше дать тебе, нежели мы сейчас тебе денег дадим. Если бы даже были, мы бы, наверное, дали. Но у нас нет, но у нас есть что-то другое. Христос, который способен исцелить. Христос, который способен освободить. Апостол Павел в одном местописании, он сказал, что тысячи наставников, но немного отцов. Знаете, на самом деле, тех людей, которых тебе нужно почитать, их не так много. Те люди, которые на самом деле сделали большой вклад в твою жизнь. Мы сегодня, знаешь, мы сегодня склонны смотреть на другое отечество. Кто-то приезжает, мы почитаем, мы уважаем, мы приносим же. А мы своих не замечаем. Те, которые возятся, те, которые с тобой, те, которые молятся за тебя. Понимаешь, есть люди, которые сделали вклад в твою жизнь, реально сделали вклад в твою жизнь. Которых нужно почитать. Которых нужно любить. Которых нужно ценить. В которых нужно сеять. Кто-то тебя привез на реабилитацию. Кто-то тебе служил, кто-то служит, понимаешь? Это люди, они не оттуда там приехали, откуда ты там. Они здесь, они рядом с тобой. Знаешь, глупость на конце земли, а мудрость здесь рядом, есть местописание, притча как-то. Глаза глупого на конце земли. Ты знаешь, глаза на конце земли, а ты не видишь вообще, что под ногами происходит. Понимаешь? А здесь драгоценность. Здесь драгоценность, здесь кладезь есть. Здесь есть помазание, здесь есть сила Божия, здесь есть поклонение самое лучшее, здравое прославление. Давай встанем на наши ноги. Аллилуйя, Аллилуйя. Знаете, для чего я это говорю? Я знаю, что в жизни многих из вас придет прорыв, если вы просто вспомните своих наставников. Конец года, кто-то служил тебе, кто-то помогал тебе, кто-то служил тебе, кто-то проповедовал тебе, кто-то помог тебе войти в служение, в призвание. Есть такие люди определенные, ключевые люди есть в твоей жизни, которые, когда тебе тяжело, никто оттуда не приедет, приедет именно отсюда к тебе. Никто оттуда тебе не поможет. Цени тех, кто рядом. Благословляй тех, кто рядом. Почитай, уважай, цени, приветствуй. Будь покорным, будь послушным, чтобы эти твои наставники не унывали, а как апостол говорит, я радуюсь. Я верю, что вы были благословлены через наше служение. Мы вкладывали туда всю душу, и мы очень старались, чтобы накормить вас из Божьего Слова. Спасибо вам за каждый лайк, просмотр и комментарий. Но я хочу вас попросить сделать еще кое-что для общего служения, в котором мы участвуем. Вы можете стать партнером. Сделав добровольное пожертвование, вы поможете нам повлиять на еще большее количество людей, сделать еще большее количество людей счастливых и прикоснуться к ним через наше служение. Я хочу напомнить, что доброходно дающего любит Бог. Спасибо. 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 Спасибо.